всем привет мои дорогие это расклад на картах тарона вот этих и я хочу посмотреть такую тему что вам нужно знать сейчас относительно вашего вопроса то есть расклад будет вот такой ваш конкретный вопрос мой конкретный ответ и тандем из этих двух частей будет конкретный вывод который вы сделаете выводы дело только вам относительно вашего вопроса загадывайте пожалуйста ваш вопрос и я посмотрю кто вы по мнению высших сил в начале это туз меча и тройка меча но я вижу что пришли люди которым нужен серьезный ответ или вы пострадали от каких от рук кого-то или же у вас жизни что-то не получается и вы волнуетесь это говорит о том что вас может обидели три человека раньше и сейчас еще один то есть четыре раза была какая-то ситуация от вас независимая при которой привела вас в сложное положение это может быть потеря денег сложные финансы неудачной покупки это могут быть неудачные отношения или неудачные разговоры это может быть влияние третьих лиц три меча третье лица до намек которые разбили вам сердце которые просто вас предали люди обидели очень сильно оскорбили и сейчас повторяется то же что было раньше и вы себя чувствуете обиженным может плачете не плачьте потому что высшие силы здесь через этот расклад вам помогут и вы не знаете как вам выйти из этого положения вы грустите этот расклад покажет что делать дальше до сложная ситуация это может быть опять же любая сфера вашей жизни выпад подстраиваетесь да когда вы заказываете то же самое кое-что подходит кое-что нет но здесь конкретно касается вас если вы хотите сейчас для себя решить какой-то сложный вопрос теперь давайте посмотрим что за люди вовлечены в это все что за люди вовлечены такой расклад называется кельский крест кто не знает в нем 10 позиций седьмая позиция в кельском кресте это другие люди я буду вам называть номер позиции позиции ты не выбери номер это вообще неправильно позиция в раскладе и так вот шестая позиция в раскладе кельский крест кто вы и вот я выложила а потом этот кельский крест который сейчас перед вашими глазами мы будем формировать вам сфотографировать сверху чтобы вы его увидели это же помедитировали на эту тему и так другие люди кто они пятерка меча несправедливые несправедливые люди эта карта шестерка пентакли говорит что с вами обошлись несправедливо вы работали больше вам заплатили меньше или например вы вкладывались в это дело больше а вам вам вас обидели в общем несправедливые люди и пятерка меча говорит что но эти люди сделали такую коалицию против вас они собрались против вас они на сплетничали наговорили подставили обидели и даже может быть угрожали это карта угроз может вам пришлось переехать из-за угроз из-за угроз вашей жизни буквально это какие-то полулегальные или нелегальные структуры здесь чужие люди которые посмотрите одни мечи знаете как в старом завете что каин убил авеля и тогда бог но высшая сила и от нее ничего не скроешь вот здесь знаете вот как вас растоптали вашу душу убили но вы не думайте это не те времена старого завета когда бог увидела говорит каина где твой брат авель ну тогда он стал прятаться потому что он почувствовал себя преступником он знал что он сделал зло кто-то сделал вам зло но теперь новые условия жизнь идет вперед и теперь старый завет уже не действует потому что мы приходим на четвертое измерение где невидимый мир будет видимым и тогда как бы там каин не нападал на вас то есть это ваш враг буквально а авель это вы человек праведный он может защищаться и тогда каин удивился потому что это новые реалии этот авель еще и защищается он не только успешным в бизнесе его не только любят он не только прогрессивный человек он еще и защищается он возмутился он поднял глаза к небу каин и говорит а как это так что авель еще защищается ведь по старому завету он должен был бы испугаться убежать или я должен был его прикончить и тогда бог говорит а что ты хочешь каин новый завет который нам проповедовал христос еще 2000 лет назад но христос был 2000 раньше своего времени и теперь новый завет входит в реальность когда невидимый мир становится видимой четвертое измерение и тогда каин встает с колен и говорит слушай ты мне больше не указ какой ты мне брат если ты пришел с мечом если ты убить меня хочешь то это ваша ситуация мои дорогие ваша приватные понимаете это как так как вам выходит чтобы избавиться от преград и обид понимаете я говорю метафорой ада супер важно потому что тогда вы сделаете этот расклад приватные не нужно платить каин это ваш враг или на работе или дома или по другим параметрам враг который действует грязными методами старого завета убей укради поставь оболгать воспользоваться шантажировать на работе что вас не шантажировали у всех это было или в семье часто мать даже которая должна любить ребенка без условий она шантажирует ребенка съешь ложечку дам тебе это и это вроде бы хороший шантаж а кто сказал что бывает хороший шантаж или же принеси пятерку тогда дам тебе куплю тебе телефон или еще дальше вот этот шантаж бывает в пользу бедных до или в пользу любви не работает больше это в общем такие другие люди итак смотрим позицию самую ситуацию вашу девятка чаш рыцарь меча вашей ситуации вот чем состоит девятка чаш это исполнение желаний это первая позиция в келька кресте девятка чаш это исполнение желаний высшие силы знают что будет так как вы хотите но есть помехи вот этот рыцарь меча это дни рыцари то это король king of sorts это король который ноты от другой человек это те люди которые мы говорили несправедливые так далее я их описала вам какая надо вот и этот король меча пришел разрушил вашу семью может мужчина пьющий начальник злой мать несправедливая условия жизни неподходящие там где вы живете в том обществе и что да ничего ваше желание все равно исполнится понимаете не нужно зависеть от других людей нужно себя укреплять вот это это первая позиция мне бы ничего не перепутать я сделаю теперь кельтский крест чтобы потом вам делать фотографию и так мои дорогие теперь мы смотрим две позиции будет из прошлого фундамент почему все это с вами случилось фундамент это у нас вторая позиция солнце вырождены для счастья для любви ой и это шестерка жезла вы победитель посмотрите вот я спрашиваю почему с вами случилось это вот что то что сейчас является для вас проблемой высшие силы говорят стоп это только на внешнем уровне а внутренние высшие силы уже видят вас победителя карта победителя высшие силы уже видят вас успешную красивую умную здоровую солнце прояснение пути наконец-то вы будете идти по своей судьбе солнце это гороскоп это судьба вы идете по своей судьбе и добываете своего вторая позиция то есть вырождены для счастья то что сейчас с вами происходит это то четко временные трудности и так третья позиция что было да прошло вот эти позиции что прошло никогда больше не вернется карта императора вот тот император который вас поработил до кто бы он ни был начальник муж или еще кто-то вы сами знаете кто и четверка чаш что не вернется старая любовь может быть экс ваш старый человек вернее старая любовь там дела не получилось не нужно жалеть тем что прошло и уходит навсегда император тот кто хочет вами управлять да как по этому управлять вашей жизнью вот таких умников много сейчас потому что на земле у нас все борется за наше тело мы с вами имеем тело имеем жизнь а силы добра и зла они только тогда могут манифестироваться проявляться когда они через нас действует император хотел ваше тело хотел вами манипулировать через через вас добиться своих своего успеха за счет вас через вас за ваш счет но это проходит и никогда больше ними не вернется интересно интересно да вау как интересно так четвертая позиция то что может быть кельском кресте эта позиция то что может быть не обязательно будет но может быть все зависит от вас это магическая позиция поэтому кельский крест называется магическим раскладом это может быть если вы этого захотите что может быть у вас звезда я так надеялась что она выйдет конечно 78 карт это но один из 78 вариантов да но все-таки она вышла императрица вау вот это может быть вы можете быть звезда популярной в профессии знаменитый успешный здоровый ваша жизнь может быть счастливой долгой и богатой обеспечены вы можете быть звезда то есть четко то чем вы родились а вы родились солнцем вы уже родились вот этой серебряной ложкой во рту и это все может стать у вас реальность если вы захотите этого карта императрицы это удобное положение в обществе это когда вас уважают любят ваш собственный бизнес даже может быть это богатство несметные почему несметные потому что звезда с императрицы это и есть не свет несметное богатство это то что у вас может быть я в восторге значит вы этого можете достичь если захотите кстати давно не делала киевский крест это самый роскошный расклад кстати у меня есть о нем уроки меня мой учитель джон научил как его читать и много здесь тайн много тайн и так пятая позиция в раскладе что будет и от вас это не зависит это будет все равно без слов колесо фортуны тройка жезлов но это перспектива на развитие себя развитие дел перспектива тройка жезлов это божественное присутствие номер три божественном присутствии один это вы два то то чем вы занимаетесь или люди которые с которыми вы вовлечены и 3 это божественное присутствие это значит исполнение желания потому что внутри первые первая позиция от атмосфера расклада все желания сбудет сбудется у вас потому что есть божественное присутствие карта колесо говорит что вы будете счастливы богатые успешные удачливы и колесо знаете на что похоже на то с чем вы разились это похоже на подсолнух ваш гороскоп у вас есть ресурс таланты деньги здоровье красота это все будет перспектива это может на переезд более удачное место под солнцем где вы сможете себя реализовать всегда когда мы меняем жизнь нам кажется вначале ой я не хочу это так трудно но никто никогда не жалел что сделал перемены что пошел на перемены и у меня дерево лиственница с него иголки постоянно сыпятся и и шишки летят в этом году как какой-то листопад из шишек в голову может попасть шишка прояснение сознание будет 2 кому там яблоко упала на голову напишите в комментариях я забыла тот который понял что есть земное притяжение гравитация да кто он был я исаак 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 не помню забыла крутится в голове и него есть интересно да то есть вы будете жить долго и счастливо у вас будет все все что вы только не пожелаете вот это такая перспектива у вас так хотят высшие силы и так ой теперь две позиции 9 позиция страхи и надежды страхи нет страхов тут жезлов вы уже прошли эти страхи вам надоело бояться поэтому тут жезла горит страха у вас больше не будет тут чаш какие страхи двойные надежды жезлы дают силу восстанавливают энергию если на вас был негатив негатив может быть от этого императора от которого вы полностью избавляетесь негатив может быть от других людей вот здесь другие люди которые мечи имеют то есть вам вредили вы избавляетесь от этого негатива потому что жезл это очищение от негатива полная и карта в новой любви нового успеха тут туз это новое что-то новая энергия новые новые дела жезла это дела часто жезла иногда то личная жизнь потому что трифовая масть это всегда дела семейные дела деловые и чаши это любовь это найти расслабление это когда через край льется удача в общем нет никаких страхов одни надежды эти надежды точно оправдаются что я вижу какой расклад ведь как читается кельский крест он потом читается все вместе собирается делается выводы и так последняя позиция это выводы итог итог расклада королева жезлов вот видео у вас тут жезлов потому что вы королева жезлов потому что вам природа вселенная дает шанс на успех шикарно вы королева жезлов у вас есть энергию вы восстановились вы полностью вернули все что вас было украдено и еще больше вообще природа все дает в три раза больше а поскольку в нумерологии число 3 кратно трем так некоторым кто счастливчик дает в девять раз больше добра но поскольку вы счастливчик я уже это говорила в этом раскладе у вас в девять раз больше добра и шут вот это расклад шут это свобода вот вас кто-то ограничивал помните начала расклада я сказала кто-то вас ограничивать связывает кто-то вам мешает одни мечи выходили одна боль и слезы тот кто вас ограничивает видите как сравнивается позиция это вы в самом начале расклада когда вы плакали волновались переживали и что я вижу шут это свобода полное освобождение от влияния других лиц это полная дорога к счастью я в восторге надеюсь что и вам расклад подошел это шикарнейший расклад я верю что вас все будет хорошо я верю что вы будете очень счастливы потому что вы родились точно по счастливой звездой который называется солнце сейчас сделаю фото сверху чтобы вы могли помедитировать над этим раскладом получить от него еще заряд энергии и чтобы у вас все было хорошо я хочу сказать со своей стороны что я лена кто не знает мое такое брендовое название колено я живу в канаде и я с удовольствием дело для вас расклады я астролог и таролог и гомеопат подписывайтесь потому что это для вас полезно и выгодно оставьте лайк он ничего не стоит кстати подписка что же ничего не стоит правда но если у кого-то редко у кого но все-таки у кого-то появится желание мне раз в месяц послать мини донат на чашечку кофе я буду очень рада огромное спасибо вы мне ничего не должны вы хозяин барин но если вы согласитесь за сделать я буду очень благодарна я вам покупаю чашечку кофе каждый день потому что каждый день вот даю такую вам таро терапию и показываю будущее а как можно послать мне мини донат это на моем сайте переход на сайт очень простой нажать на название канала вы окажетесь у меня на канале это очень легко сделать это очень надежно потому что вы на платформе youtube дальше нужно пойти на о канале там будет переход на мой сайт мой сайт называется колено таро датком а а еще переход на мой сайт есть под каждым видео в описании такая гармошка которая открывается но и там можно сделать небольшой донат если есть желание люблю вас обожаю медвежьи обнимашки вот такие медвежьи обнимашки с большой любовью к вам вот такие медвежьи обнимашки вам и будем видеться пока пока мои дорогие